Газпром подвел итоги своей работы за прошлый год. Это произошло на общем собрании акционеров, которое состоялось в минувшую пятницу в Санкт-Петербурге. Для Газпрома этот год стал временем высоких достижений. Большой вклад в них внесли и томские газовики. Компания показала рекордные финансовые показатели, поставила рекордный объем газа потребителям Европы, нарастила свою сырьевую базу и мощности производства. Как итог, выручка и чистая прибыль компании достигла максимальной отметки за всю историю Газпрома. Дивиденды компании превысили величину прошлого года в два с лишним раза. Наряду с этим существенно выросла и сама стоимость акции компании. Все это напрямую связано с деятельностью дочернего общества «Газпром» «Трансгаз Томск», отвечающего за стабильную работу и развитие газотранспортных систем «Газпрома» на востоке России. Газотранспортная система «Газпрома» обеспечивает бесперебойные поставки газа в условиях пиковых нагрузок и при любых колебаниях спроса. Ее реконструкция, техническое перевооружение и дальнейшее развитие – важнейшая часть работы по укреплению национальной энергетической безопасности. Еще одна важная для томичей тема – это развитие сотрудничества томских предприятий «Газпрома» в рамках выпуска импортозамещающей и инновационной продукции. По итогам 2018 года доля отечественных видов оборудования и материально-технических ресурсов составила 99,7% от всего объема закупок «Газпрома». В 2018 году к применению на объектах «Газпрома» принято 500 видов импортозамещающей продукции отечественных предприятий, в том числе продукции томских производителей. Перспективы развития «Газпрома» в значительной степени связаны с реализацией восточных проектов. Сегодня самым перспективным газовым рынком стран Азиатско-Тихоокеанского региона является рынок Китая. В 2018 году страна стала мировым лидером по импорту газа. По всем прогнозам, рост импорта газа в Китай продолжится. «В декабре 2019 года начнутся поставки газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Это историческое событие. Мы открываем новый газовый путь между крупнейшим мировым экспортером и крупнейшим мировым импортером природного газа. Мы делаем важный шаг к формированию единого евразийского газового пространства и новой конфигурации мирового газового рынка. К этому уже все готово. Завершено строительство линейной части газопровода от Чингинского месторождения до границы с Китаем. Заканчивается оборудование приграничной компрессорной станции «Атаманская». Согласно контракту, за 30 лет по трубам «Силы Сибири» в КНР будет поставлено более одного триллиона кубических метров газа. Однако спрос на газ в Китае превышает первоначальные расчеты. Поэтому «Газпром» вместе с китайскими партнерами обсуждает возможность трубопроводных поставок и по другим маршрутам. Все это позволит компании «Газпром Трансгастомск», а значит и «Тамичам» принять участие в реализации новых судьбоносных для страны проектов.